В Киеване ДЛГ проводят Дни поля по уже более 20 лет. В таком же формате эта концепция Дни поля была перенесена в такие страны, как Польша, Сумыния, Турция. В Татарстане проводили два года подряд, и в следующем году будут в Болгарии первые международные Дни поля. Мы предлагаем платформу, у которой есть своя концепция. Да, здесь порядка 10 селекционных компаний, где-то, наверное, 15 компаний, агрохимия, средства защиты, утопления, и остальные, наверное, техника. Но есть еще сервисные компании, которые дилеры, которые сервис в полный комплект услуг предлагают. Что касается селекционных компаний, то они тоже все бы представляли новинки. То есть это вот то, что первый год получили, там зарегистрировались, сертификаты пришли, вот «Паникает» там много, гибрид показал, и «Запмунион» тоже, вот, большая тоже там палитра селекции зерновых, в том числе и сортов, и гибридов, которые вот получили в этом году сертификаты. Нам приятно, что, как бы, гранты, вот, которые химические присоединились к нам, потому что, в принципе, такие, на которые на выставке вообще заполучить практически невозможно. Стенды маленьких компаний, вот, которые, может быть, только пучей, где снимают, они не менее интересны. То есть это даже, вот, интересно, когда на небольшой делянке, мелкой деляночной техникой, высаженная, как, вот, например, «Запмунион» или «Пропс» тоже «Запс», у меня, например, очень нравятся эти стенды. Ну, первый год, скорее, можно было бы назвать теоретическим таким планированием, то есть, фактически, первая делянка была тут первую неделю августа заложена. А какая здесь вообще общая площадь и количество участков, 30 участков? Ну, да, около 30 делянок, это то, что под культурами занят, да, общая площадь около 30 гектаров.